Ксения Собчак все-таки не выдержала. Ходились плетни о том, что она будет выдвигаться на пост президента для того, чтобы оттянуть на себя часть лектората и сделать эти выборы хоть немного интересными, ведь ничего скучнее не будет, чем выбирать 60-летнего старца на очередной его пост. И поэтому выдвигают Ксению Собчак в качестве тяжелого орудия для того, чтобы она взбодрила молодежь. Так вот, сначала говорили, что не пойдет Ксения на это. Так не тут-то было, Ксения начала открытую борьбу с Алексеем Навальным. Вот ее письмо, которое она опубликовала. Сегодня письмо, завтра открытый скандал, а послезавтра действительно кандидатура Ксении Собчак на президентских выборах. Знаете, уже так надоел этот цирк с конями, что иногда уже даже смеяться не хочется. Русская оппозиция, не имеющая никакого единства, остается в своем же прежнем амплуа. Они грызутся друг с другом за власть, даже не имея возможности постоять рядом и понюхать ее со стороны. Вся эта грызня внутри оппозиции приведет только к тому, что Вова Путин в очередной раз водрузится на свой трон. День им Ксении, если она будет в этом во всем участвовать. Потому что затея Кремля здесь очень простая. Они, ну не знаю, какими-то там деньгами, возможностями или еще чем-то, доступом к телевидению, хотят ее соблазнить, привлечь. А ее компанию, наверное, будут финансировать какие-то олигархи или администрация президента. Для чего? Потому что им нужен, как я уже говорил в эфире этой программы, карикатурный либеральный кандидат. Особенно в условиях того, если они не захотят меня опустить на выборах. Но они скажут, что, ребят, да, мы Навального не пустим, он экстремист-уголовник, но вот же вам, вам нужен представитель оппозиции. Ну вот Ксения Собчак, посмотрите, она говорит, ну вот все прям то, что хочет оппозиция. Посмотрите, какая она классная. Она за платное образование, за платное здравоохранение, она за платные парковки, она за повышение пенсионного возраста. Вот прямо, это же ваш кандидат, вот она прекрасный оппозиционер. Вся же оппозиция хочет именно того. То есть Собчак, будучи человеком очень ярким, узнаваемым, привлекательным, но придерживаясь, ну, довольно людоедских взглядов на политику и экономику, то есть вот у нее, она какой-то такой, знаете, демократ из начала 90-х, который кидается на слово социальных, это ее искренняя позиция. То есть она не будет даже врать, она не будет притворяться, и она не будет говорить специально какие-то такие ужасные вещи, чтобы набрать поменьше. Она будет пытаться набрать побольше и скажет прямым текстом, да, нам нужно повышение пенсионного возраста, это очень классно. Повторит вот эти все свои чудовищные вещи на тему того, что, ну, эти люди все в России такие бедные, почему? Ну, потому что они пьяницы, они не хотят работать. И все остальные вот эти вот омерзительные штампы, которые достались к нам в наследство из 90-х годов, про то, что вот все должно быть платное от парковок для здравоохранения, плюс это все, давайте, все это на фоне прекрасных фотографий отдыха на яхте, развлечений, дом-2, блондинка в шоколаде и все остальное. Вот так, насколько я представляю, в этом заключается план Кремля. Выставить им карикатурного либерала с людоедскими позициями, который должен олицетворять, значит, собой оппозицию, и который, естественно, получит крайне мало голосов и будет вновь вводить население в ярость просто своей политической позиции и на какой-то продолжительный срок снова сделать слово оппозиция крайне ругательным, потому что, ну, вот оно, смотрите, посмотрите на это лицо оппозиции. Вот она самоплавает на яхте и считает, что здесь нам нужно всем повысить пенсионный возраст, а в России так много бедных, потому что они плохо работают. А сейчас письмо Собчак Анатолию Навальному. «Дорогой Леша, очень неприятно мне, что приходится тебе публично отвечать, потому как ты прекрасно знаешь, что я уважаю ту огромную работу, которую ты ведешь. Много раз лично помогала во многих твоих расследованиях и задумках, и считаю несправедливым тот факт, что ты не сможешь участвовать в выборах на основании явно политического уголовного преследования. Мы с тобой знакомы и находимся в приятельских отношениях. Почему же ты сам не позвонил и не спросил у меня, иду ли я на выборы, приняла ли я решение или нет? Почему ты кормишься какими-то сливами, сделанными явно, ради того, чтобы, если такие мысли у меня и были, могли дискредитировать и утопить на старте? С чего вдруг мои праволиберальные взгляды на одну секунду для тебя стали людоедскими? И с чего ты взял, что я считаю, что наши граждане ни на что не способны, кроме как пить? Где ты слышал от меня подобное? Что за популизм? Зачем присваивать мне идеи, которые я никогда не высказывала, или искажать мысль тех, которые разделяю? Но более всего меня расстроило другое. Когда я ездила с тобой в Астрахань, когда ты убеждал меня в необходимости вхождения в кардиационный совет оппозиции, ты не говорил мне, что место Ксении в шоу-бизнесе, и я бы хотел, чтобы она там оставалась. Мы все объединились ради одной важной цели. Мы требовали справедливости и свободы. И я, и Таня, и Миша, Шацы, и Дима Быков, и другие потеряли работу на ТВ и карьеру из-за этих взглядов. А теперь ты говоришь мне условно, твое место в шоу-бизнесе, зачем лезть в политику? Это же лицемерие, против которого ты всегда выступал. Еще раз, ты большой молодец и делаешь много важных для нашей страны вещей, и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции, это неправильно и это вождизм. Не написать в начале ни строчки про Диму Гудкова, который блестяще провел муниципальную кампанию, наговорить много несправедливого про меня в своем обращении, изначально исходя из того, что любой мой политический шаг – это почему-то шаг несостоятельный, все это грустные признаки того, что ты считаешь, что обладаешь монополией на оппозицию. Все, кто не с нами, против нас. Ксения Собчак Субтитры создавал DimaTorzok